Паша в квадрате Друзья, в своем блоге я не раз вам рассказывал о знаменитых, величайших авторах, фотографах, репортажниках, о Гельмуте Ньютоне. Сегодня я расскажу об авторе, который несколько обделен славой, хотя совершенно незаслуженно. Вы наверняка встречали этот образ, напечатанный на чашках, кружках, календариках. Сам художник, его имя Андрей Прохоров, работает он под псевдонимом Энди Прох, помимо того, что он фотограф, он еще гитарист. По убеждению автора, существуют снимки, которые живут своей жизнью. Таких снимков достаточно много. Мало кто вспомнит автора знаменитой фотографии, где физик показывает язык, знаете. Мало кто вспомнит автора снимка такого задумчивого революционера Эрнестовича Гевара, смотрящего куда-то вдаль. Это Энди Прох, фотограф рок-н-ролльный, и он очень увлекался конвертами пластинок. У меня есть, кстати, отдельный выпуск моего блога про конверты пластинок. И ему захотелось снять своего сына, подростка, в образе Оззи, в круглых очках, с крестом. Он вертел в руках очки, и тут мимо проходил как раз его кот. Впоследствии он оказался кошкой. Он эти очки на него примерил, и получился вот этот вот такой дерзкий, надменный тип. Этот портрет великолепное олицетворение того, что называется кул. Дальше началась история совсем вот умилительная. История заключалась в том, что у художника подрастала дочь. Она появилась спустя год после того, как в доме появилась кошка. Кошке там прямо, скажем, не понравилось. Кошка, наверное, испытывала какую-то холодную почтительность по отношению к ребенку. Ребенок, скорее, ее обожал. Глядя на эти умилительные такие идиллические снимки, не сразу узнаешь художественную отсылку, которая есть в этой серии. Серия называется «Маленькая девочка и кот Том». И под котом Томом здесь имеется в виду «Томкэт». Переводится как «Котяра», «Кот разбойничего вида», «Кот разбойник». В этой серии есть отсылка к творчеству такого чешского фотографа Судека. Он знаменит очень такими болезненными, эротическими снимками, напоминающими фотографию 19 века. Но есть у него и серия, посвященная дочери, родительскому опыту. Она очень длительно отличается от всего, что он делал. Ну и глядя на эти снимки, мы видим, что перед нами, конечно же, человеческая проекция на домашнее животное. Здесь кот и девочка заняты тем, что они вместе как будто бы взрослеют, познают мир, смотрят на звезды, занимаются искусством, музицируют, некий театр, постановочная фотография, и все прекрасно. Я уже снимал для вас ролик, посвященный животным и отношениям к животным. У меня был самый настоящий разлив желчи, потому что я подсапался с собачниками из любимого парка, где я некогда гулял в детстве, а сегодня не могу привезти туда своих детей, поскольку он оккупирован собаками. Я животных дома не люблю и не терплю. И не так давно мне попалась на глаза одна любопытная статья, посвященная современной зооэтике. Мы еще с человеческой этикой не успели разобраться, да? Есть вот какая-то новая зооэтика. Там я прочел о том, что животные бесконечно страдают от вот этих проекций на них человека. Человек так или иначе видит в животном некого другого, что-то природное, стихийное, что-то, что нужно преобразить при помощи культуры, знаний, дрейфировки, риторики, в тексте, в искусстве. Бесконечно встречается форма украшения животного как чего-то дикого, злого. Могу привести очень простой пример. Вот все эти многочисленные изображения львов в Санкт-Петербурге, да, на фасадах зданий, где они уныло так грызут обруч, это как раз образ, отсылающий вот к этой традиции. Это такой, можно сказать, даже масонский символ. Он связан с тем, что человек всегда должен работать над собой, укращать внутреннего такого жестокого льва и так или иначе быть человеком культурным. И вот на этой выставке как раз вот этот вот Том Кэт, Котяра, вовсе не какой-то такой забавный зверек из диснеевского мультика, который всегда рядом с принцессой, наставляет, дает дурацкие советы, но сам оказывается всегда в глупой ситуации. Ну, как Краб Себастьян там в русалочке. Здесь тоже так или иначе речь идет об украшении животного. Вот, например, довольно жестокая фотография с наручником. Это фото-выставка о воспитании культурного кота. Абсолютно неэтичная выставка с точки зрения современных воззрений на животное, на жизнь животного. И мне тут какие-то мои знакомые даже сказали, что они кота обводят к котячему психологу. Это вообще за гранью моего понимания. Обязательно пишите в комментариях, если вы тоже такое делали когда-либо. Это, собственно, как бы на вея, наверное, я думаю, все-таки работа Мисао Дека. С его историей цепи любви. Ну, а наши цепи любви, вот они каким-то образом выглядят вот так. С нашей точки зрения, с нашего понимания. Так они, собственно, и были сделаны. То есть наша безразмерная любовь к этим животинам. Автор так в шутку посмеялся над своим этим знаменитым образом и наложил свой портрет на вот этого знаменитого очкастого кота. А кот правда знаменитый. Его даже взяли режиссеры концертного шоу великого короля поп-музыки принца. Он появился на мгновение на сцене, и в его очках пронеслись вот эти призмы и радуги с обложки альбома Pink Floyd. Теперь вы знаете, кто автор этого образа. Для меня это, безусловно, история взросления, потому что эта кошка появилась, ну, всего лишь за год до моего рождения. И мы жили с ней постоянно вместе, у нас с ней развивались отношения, можно даже сказать. Мы постоянно как бы были вместе. Можно сказать, что она моя как бы сестра, не знаю, старшая. Некоторые воспоминания о фотографиях остались. Но так как они были сняты довольно давно, около 10-8 лет назад, это только отрывки. Например, у королевского бродобрея я помню, что я не могла ножницы разомкнуть, чтобы подстричь кошку, потому что они были замотаны скотчем. Вскусство хочет, чтобы...